Всем привет! Мы едем в город Швангау, чтобы посмотреть замок Нойшванштайн. Изначально вообще мы хотели приехать в Швангау в кемпинг и также оставаться там две ночи, чтобы погулять, все посмотреть, изучить. Но погода внесла коррективы в наши планы, поэтому мы едем сюда на один день из Линдау, чтобы прокатиться по канатной дороге, прогуляться и посмотреть замок. Наверное, один из самых известных замков Германии, которым вдохновлялись компании Disney, чтобы создать свой лейбл замок Нойшванштайн. Новый лебединый утес. Вон еще маленький замок. А, да, вот, внизу точно. Еще один, который вставает. Коровки пасутся на альпийских лугах. Вид с горы Тегельберг. Озера. Люди на парашютах отсюда спускаются, прыгают. Волшебно. Кругом горы. С деревьями, конечно, тоже открывается шикарный вид. И тропа, по которой очень много людей идут вверх. Это сложный маршрут. Но, тем не менее, много-много очень идут людей. Мы спустились вон оттуда, где идут люди, потом, предположительно, пойдем вон по той дорожке. Обойдем, получается, тоже на другую гору. Там дальше, с той стороны. И вон там пойдем дальше вниз. Так, дальше здесь мы идем вон туда наверх. Обходим вот эту скалу. И потом вон по вон той дорожке будем спускаться вниз. Вон там-там-там-там. И вон туда дальше вниз. О, еще немного горного вида. Потрясающе. Прекрасные Альпы. Можно любоваться на каждом повороте. На каждой остановке, где немножко можно остановиться. Горные ручьи. Ну, кстати, это минус. То, что после дождей дорога немножко размыта. Мы приехали сюда, в город Швангау, чтобы посетить замок Нойшвайнштайн. Но, естественно, мы поднялись по канатной дороге на фаникулере на самый-самый-самый верх. Везде красиво захватывающие виды. И мы решили... Здесь есть три пути. На гору из горы. Легкий, средний и сложный. Мы решили спуститься по сложному пути, потому что именно он ведет к мосту Мариенбрюк, из которого открывается самый шикарный вид на замок. Но мы поняли, что с тележкой и с детьми мы туда не спустимся вообще никак. Это абсолютно невозможно. Поэтому пошли легким путем. Но, идя по этому пути, если честно, мы даже забыли, что мы приехали вообще сюда смотреть замок. Здесь такая красота. Мы никогда не были так высоко в горах. И именно вот в самих горах, конечно, мы поднимались на фаникулере, знаете, в Геленджике, а может даже там и выше, я точно по метрам не скажу. Но мы не спускались оттуда пешком. То есть мы не гуляли в самих горах, вот в этих зеленых горах. И в Италии также. Мы были в горах высоко, когда красиво. Везде и горы повсюду, и сверху открывается вид. Но никогда не гуляли именно вот в центре, в гуще событий. То есть действительно здесь такие виды. Вниз, вверх, по сторонам горы, красота, куда ни глянь. Это действительно шикарно. На самом деле сейчас я уже даже не знаю, попадем ли мы к замку сегодня. И это уже не важно. Сама вот эта поездка однозначно стоила тех впечатлений, которые есть у нас уже сейчас. И вот по этому легкому пути с коляской пройти невозможно. Если вдруг вы поедете с детьми, либо какие-то надо брать кенгуру, рюкзаки, где можно малышей носить. Либо идти пешком, чтобы часто останавливаться. Либо нужен бойлер-вагон мощный, как у нас. Например, половину пути, может даже две трети пути придется нести бойлер-вагон отдельно и ребенка отдельно. Физически это тяжело, но это возможно. То есть если вы, как и мы, не хотите ждать, пока дети подрастут. Хотите прогулки, приключения, путешествия сейчас, то это возможно. Напомню, вот так выглядит наш огромный бойлер-вагон. Мощные колеса, без них никуда. Единственный еще минус. Смотрите, как выглядят кроссовки. Меня, кстати, кто-то укусил. В общем, кроссовки, да. Дорога местами грязная. Вот она всегда везде здесь такая акменистая. И местами дорога мокрая от горных ручейков. Это не опасно, не скользко. Маршрут действительно, как считается, легкий из всех трех возможных. Но имейте в виду, что обувь можно запачкать. Классно. Здесь очень красиво. А еще в горах очень холодно. Имейте в виду, если будете подниматься по канатной дороге, очень холодно. Берите куртки, кофты, потом вы их снимете. Но вверху вы порадуетесь, что их взяли. Мы все-таки движемся в сторону моста Мариенбрюке. И вдоль дороги есть река. Шум такой. Чистейшая горная река. Вот он, красавец, замок Нойшвайштайн. Который, честно говоря, красив издалека. Когда к нему подходишь ближе, уже такого впечатления нет. Масштабности и красоты. Вот для нас оказалась вот эта красота гораздо более красивая и масштабная. Вон там у нас проходит канатная дорога. Вон туда мы поднимались. И там через горы, 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 горы мы проходили. Потом к замку вниз. И вот здесь мы вышли на прекрасные луга. Невероятно зеленые. На самом деле мы очень устали. На данный момент у нас 21 413 шагов и 15 пройденных километров. Но это километраж по горам. Где мы ходили вверх и вниз и снова вверх и еще немножко вниз. Но это того стоит. Это очень классный поход. Мы обязательно повторим это. Только теперь уже вверх пойдем пешком когда-нибудь. Парковка у замка. Нойшвайнштайн. Сейчас, если честно, я уже с трудом могу разобраться. В общем, до 4 часов стоит 3 евро. До 10 вечера стоит 6 евро. И мы приехали примерно в 12. И все парковочные места были заняты. То есть вон та дальняя парковка, вот эта. Вот здесь все было занято. И вот здесь тоже. Все-все-все-все-все-все. Было занято. Машины ставили вот здесь на траву везде по двум сторонам. И наша машина стоит вот эта. Не на парковочном тоже месте. Мы просто поставили ее так, чтобы был выезд машинам со всех сторон. И никому она не мешалась. Так что имейте в виду, с парковками здесь сложно. Приезжает огромное количество людей, чтобы посмотреть красоту, замок, горы и покататься на канатной дороге. Цены на поездку по канатной дороге я оставлю вам здесь. Мы заплатили 33 евро за двух взрослых и одного ребенка. Потому что марковь у нас еще маленький. И он ехал бесплатно. Это поездка в одну сторону. При этом без разницы спускаетесь или поднимаетесь. Если же вы, например, купили билеты в одну сторону. Поднялись и решили, что спускаться вы тоже хотите. Вы без проблем можете купить билеты тоже сверху. Просто это выйдет для вас дороже, чем если покупать сразу и туда и обратно. Еще, я думаю, важно знать, что на Мариан Грюко большая очередь. Поскольку мост достаточно воздушный, тонкий, высокий. У него есть ограниченное количество людей, которые могут находиться на нем единовременно. Поэтому очередь достаточно большая. Мы не стали ее дожидаться. Потому что были уже уставшие и дети капризничали. На самом деле, мне кажется, того не стоит стоять, чтобы посмотреть на замок. К замку мы подошли. Там было не очень много народу. И когда находишься рядом с замком, волшебного какого-то впечатления он не производит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова